На домашние-то всё равно можно одеться. Вот смотрите, посмотрите, как у меня рубашка застёгнутая. А я в штанах всё это. Господь дал жизнь человеку, чтобы он прожил её правильно, в Боге, в радости. В радости духовной. Чтобы человек родился свыше, чтобы Дух Святой его вёл по жизни. А здесь собираются для всякой пакости. Прям открытые женщины творят блудодеяния, всё, мерзости. Половина мужчин раздетые валяются. Это Содом и Гаморра. Тут я с вами согласна. Микрофон далеко, плохо слышно. Микрофончик поближе. Я говорю, тут я с вами согласна по поводу мужчин. Тут эти тоже не нравятся. Мы говорим то, что видим, и поэтому мы пришли сюда проповедовать о правде Божией. Чтобы люди верили во Христа. Только не ругайся никак. Не, не, я крещённая. Ну, слава Богу, что крещённая. Осталось только выполнять заветы Христа. Ну, это да. Ну, так 21 век же. Э, нет. Для Бога нет века. Он говорит, вчера, сегодня и во веки тот же. Бог не изменен. Женщина должна быть всегда вот как... Вот заметьте, я заранее скажу. Мусульман здесь 80%, а мусульманки ни одной нету. А она вот так одеться никогда не позволит. Их 2 миллиарда. За 1300 лет ни одна вот так не выйдет перед народом. Мы должны увидеть хорошее. У неё хиджаб, два платка. Вы на наш сайт зайдёте, мы православные. У нас точно так же одеты люди. У нас очень строго. И там приятно посмотреть. К нам как-то приехали американцы. И говорят, какие у вас женщины красивые. Я говорю, это у них платки красивые. Когда человек верит в Бога. Хотите, если не убежите, я вам могу Евангелие посчитать. Вы считаете Евангелие? Честно, нет. Нет. А вот смотрите, как книга называется? Библия. Я же говорю, Библия. Библия. В ней как раз Евангелие, книга. Говорится о жизни Христа. Как Он умер за наши грехи. Послание апостола Павла. Я читала детскую Библию, где там как бы с картинками и по одной главе написано. Ну, она Библия называется, а она не Библия. Это просто из Библии отрывки взятые маленькие. Да, это как чтобы ребёнку, ну, в смысле, принять было больно. Ну, главное, там написано, что Иисус умер за наши грехи. Умер и воскрес на третий день. Вот сейчас четвёртая неделя, остаётся три недели. И потом мы скажем, Христос воскрес. Что отмечают? Воистину воскрес. Да, действительно воскрес, это воистину. Это не могут сказать ни мусульмане, никто. Никакая вера. Почему? У них нет спасения. Мы-то самославные, мы-то христиане. Да. А у нас спаситель, у нас храм открытый. Священники учат народ, исповедуют, причащают. А они этого не знают. У них нет отпущения грехов ни у кого. Сами по себе. А священник накрывает и Петрахелию и говорит, властью, да, наиме от Бога, да, разрешишься от всех грехов. И крестит нам голову. А они этого не знают, эти басурмане-то? Ну да, согласна. Поколение у нас нынче выдалось не очень приятно. У вас какие, может, вопросы из духовного содержания о жизни? Можете задать? Как бы, как бы, вот, даже вот, присутствуют у нас вот такие вот, с мамой ставим, свечки на другое. Вот если вы зайдете в YouTube, во свете Библии называется канал, это наш канал, во свете Библии, себе запишите. У нас там 14 с половиной тысяч роликов, во свете Библии. Игнатий Лапкин, это я. А если вы во свете Библии напишите сайт, зайдете на сайт. Там у нас материал моря. А вот если по скайпу поговорить, вздумайте так, допустим, Господь вас коснется, что-то вам спросить надо. Зарядите Игнатий Лапкин, я один с этим именем, фамилией. Вы сразу на меня выйдете, мы в Барнауле. Хорошо. Ну, мы не особо далеко, мы тут с Дальнего Востока. Дальний Восток, мы там были, а где вы там живете? Хабаровск. Хабаровск. В Хабаровске, в библиотеке, в моей книге 38 томов. Можете попросить посчитать. Город Хабаровск. Хорошо, будет очень интересно. Да, мы проехали из Барнаула до Владивостока, а потом проехали до Лиссабона, Португалия. Прошли Турцию, Скандинавию, Прибалтику, и везде дарили 38 книг моих. В библиотеке. Это Господь нам положил на сердце. 650 городов и районных центров прошли. Ого. Так, если вопросов нет, я расстаюсь с вами. Хорошо, спасибо, что подсказали. С Богом давайте готовьтесь. Мы подсмотримся. Платок наденьте, хорошо наденьте, в следующий раз так уже не являйтесь. Зачем? Вам Бог дал красоту, зачем вы ее показываете всем? Тут только смотрят люди со злым намерением. Ему... Да нет, нет, знаете, у меня жизнь, мне 80 лет. Я прошел и тюрьму, и лагерь, за слово Божие. Я людей знаю со всех сторон. У нас женщины не красятся, не ресницы, ничего, нет. И они очень хорошо выглядят. Вы зайдете на этот сайт, который я вам дал, не этот, YouTube, и вы там посмотрите, где идет собрание у нас в храме, как люди молятся, с детьми. И скажите, дети, и вы видите, как у нас дети одеты. Хорошо. Не, ну у меня-то не настоящие, у меня все нарощенное. Ну это хорошо, хорошо. Ну похоже очень, что подкрашено. Нет. Ну это, может, так показалось. Так, берегите... Ну да, это было на это намерение. Да, берегите себя, потому что здесь люди приходят только для прелюбодеяния. Нам это даже говорить страшно. Я уже увидела много чего, собственно, что Луся не видела. Мы расстаемся с Богом, как в тени смертной написано. Еще у вас лампочки нету, зажечь. Прячьтесь от кого-то. Давайте открыто поговорим. Я, может, вам вопросы отвечу. Так я глаза ваши не вижу. Вы лампочку зажгите там, чтобы видно было. А у меня отражение за это? Нету, ничего нету. Мы сюда пришли для того, чтобы людям возвестить волю Божию, что так жить нельзя, как на этой рулетке живут. Это место глубочайшей ямы. Тьма кромешная. Ад. Прелюбодеяние. Глотают всякие наркотики. Скверно словят. То есть я атеист. А я атеист. Совершенно проданы греху люди. И мы им читаем Евангелие, Псалтырь. Рассказываем о любви Божией, что Христос умер за нас. Если человек не будет веровать, он будет осужден после смерти. Не надо думать, что я жил, жил, умер, один лопух только вырастет. Нет. Есть Божий суд на перстнике разбрата. Есть грозный судья, он ждет. Он недоступен звону зла, и мысли, дела он знает наперед. Это кто написал? Не знаю. Михаил Юрьевич Лермонтов. На смерть Александра Сергеевича Пушкина. Мы в школе учили. Он знает дела наперед. А кто знает? Бог. Мы учительницу спрашивали. Она, да это народ. Я говорю, народ, он сам про себя ничего не знает. Еще он будет знать наперед. Говорили, в 1962 году, Хрущев выступил и говорил, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. То есть с 1982 года мы уже в коммунизме живем. А после коммунизма прошло 9 лет, и все распалось. Империя лжи из зла исчезла. Оставив после тебя 100 миллионов трупов. Может, у вас какие вопросы есть, которые вас беспокоят? О душе, о вечности, о спасении, по жизни. Можете... Не, вроде нормально все. Вы зайдите тогда на наш канал, видеоканал у нас. Называется «Во свете Библии». А, понял. Вот. Там есть, да? Там «Во свете Библии». Вы забудете, не запишите, если... Вы запишите. И запишите Игнатий Лапкин. Это я, это наш канал. Там четы... Там четырнадцать с половиной тысяч роликов. Восемьдесят. А? Четырнадцать с половиной тысяч. Мы деревню строим православную. Где у нас, чтобы люди знали, нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А? Это на Алтай. Алтайский... Вот вопрос вот этого. Вот я хотел бы вот этих людей расстрелять, которые бухают. Да не надо. Есть такой вопрос? Нет, да расстрелять зачем? Пускай они покаются и живут как надо. Не, ну они бухают. Вот это мне не нравится. Ну мало что не нравится. Мне тоже не нравится. А убивать-то нам кто разрешит? Ну да. Это же грех большой. Большой грех. Поэтому молиться можем. Господи, избавь от тяжкого недуга, от пьянства. Пьяницы царствие Божие не наследуют, Писание говорит. Надо в доме, чтобы была у вас вот такая книга. А, понятно, хорошая книга. Жить надо для Бога. Тут интересно. А вы, дедушка, не курили, никогда не пили, да? Никогда. А зачем это нужно? Я вот... Не, пробовали, пробовали. Мне 80 лет, я еще ни одного матерка не сказал. А зачем? Не, мы пробовали алкоголь. Как говорите? Пробовали, сорвали алкоголь. Что-то никак не пойму это. Я говорю, алкоголь пробовали пить, пить. А зачем? Не, я просто говорю, пробовали. Мы, у нас никто не курит, никто не пьет. Мы трезвые. Я был начальником детского лагеря 45 лет. Православный лагерь образовал. Тысячи детей подняли. Без помощи государства. Вот сейчас я превращаю его в музей, чтобы людям показать, как можно жить интересно, красиво. В бедности. Не править или не ругать никого. Надо работать. Молиться и трудиться. До седьмого пота. И оно будет как надо. Я гляжу, вот у меня сверстники, с которыми я учился в школе, только один живой. Все остальные давно умерли. Потому что пили, курили? Пили, курили. А другой, который остался живой, он немец. Он не пил, не курил, живой. Надо жить для Бога. А в Боге видеть нуждающихся из людей. А так это какая-то жизнь. Маленькие дети вот здесь вот увидят меня, крещат, безобразничают. Ну что? Они большой толпой-то они себя чувствуют героями. А отдельно встретиться, он даже слова не скажет. Потому что родители должны учить. Какие, может, я говорю, вопросы есть? Можем побеседовать. Нет, у вас нет вопросов. Ну вы на наш YouTube заходите, вы там найдете, во свете Библии. А если будут у вас вопросы, прямо побеседовать охотно. Это по скайпу Игнатий Лапкин. Запишите Игнатий Лапкин. И вы сразу на меня вывезете. Я один такой. По скайпу Игнатий Лапкин? Да, Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. По скайпу мы побеседуем. Запишите. Игнатий Лапкин. Так, Игнатий Лапкин. Да, по скайпу. А в YouTube зайдете, добавьте во свете Библии. У нас там огромный материал. 14500 роликов. Ого. Ну, мы ездили по всему миру, свидетельствуют, как деревню восстанавливаем, как в лагере делают, как молятся. Мы все показываем. Мы несли прямо. Вот как, сейчас я снимаю вас, вы так себя завтра можете уже увидеть. У нас все снимается. Понятно. Все, понял, понял. Поэтому человеку, если нормально, ему и прятаться не надо, он открытый. А что прятаться-то? От Бога не спрячешься. Ну, все тогда. Всего хорошего. До свидания. Хорошо. Мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего, чтобы люди не грешили. Жили для Бога. А тут только такая мерзость творится все. Совсем люди неверующие. А неверующий человек, он плохой человек. У него ничего нету. У вас что-то... Вы исчезли, там не видать вас. Вот так. У вас, может, какие вопросы есть? Можете задать. Опять куда-то ушло у вас. Наверное, это на телефоне так крутит все. Я спрашиваю, у вас вопросы, может, какие есть? Ничего нету. Ну, ладно. У вас как туман какой-то. А это у меня нимб там сзади. Прямо едва-едва видно вас где-то. Мы, православные христиане, проповедники, пришли в этот чат-рулетка, чтобы людям о Боге рассказать. Тут что попало делают. Как будто бы дом терпимости какой. Да. Вы хотите... Вы православный? Да, православный. Вы хотите о чем-то духовном побеседовать? Может, какие-то вопросы есть? Я слушаю и говорите. А вы откуда? Город Барнаул, Алтайский край. Игнатий Лапкин. Ясно. Земля от моей мамы. Она со Зминогорска. У вас какие-то вопросы есть? Нет. Нет, никаких. Никаких, да? Ну, я тогда задам вам вопрос. Давай. Скажите, пожалуйста, Иисус Христос для вас кем является? Спасителем, естественно. А как он стал спасителем? И от чего он спасает? Нет. Ну, это уже ликбез такой. Вы меня проверяете на вшивость, насколько мой уровень воцерковления. Он достаточно слабый, я вам могу сразу сказать. А вот этого слова воцерковленности нету. Это попы придумали. Есть рождение свыше. Мы можем говорить одно слово, подразумевать разное. Я говорю, что уровень моего воцерковления, начитанности, духовных книг, у меня небольшой. Да, Библия. Это основа основ. Да, да, да. Ясно. Есть. Жить надо по Евангелию. Господь сказал, Евангелие от Яна, 12,48. Я не сужу, но слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Земля завершит свою историю, все на земле сгорит, и все воскреснут, и будет суд Божий. И целая вечность. Или рай, или ад с сатаной вместе. В огне огнено. Это озеро огненном. Плащ искрежет зубов. Это 25 глава Евангелия от Матфея говорит. Я знаю все это хорошо. Я понимаю, к чему придет человечество. Да. Рано или поздно. Изначально это победа Антихриста, а потом победа Божия, суд Божий, так скажем. Да. Все это понятно, да. Я спрашиваю, допустим, здесь, а я там себя называют каким-то там провидцем, ясновидящим. Я говорю, ты очки сначала темные сними. И не ругайся. Он как начал материться. Материться прямо пятиэтажными. Я говорю, ну а где твое ясновидение? Что за эти слова ты должен быть наказан Богом. А за то, что ты с нечистой силой знаешься, ты в аду будешь с сатаной вместе. Так он, я думал, он умрет от страха. Как он разрешился? Я говорю... Нет, это не надо. Зачем люди? Это вообще маловерные. У них... Они не ведут, что творят совершенно. Ну вот будущая судьба, я говорю, какая? Он не слышит уже все. Его сатана захватил и бьет об забор. Да. Мы знаем, что будет последняя война. Мы знаем, что последний царь будет над всем миром. Евреи по национальности. Столицей мира будет Иерусал. 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 Иерусалим. Нет, мы... Знать не знаю. Не написано как. Михаил. Нет, 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 нет. Отледний царь должен быть Михаил. Где? Где? В России? Да. Да он прошел уже, Михаил Сергеевич. Больше не будет. Не, не, да ладно. Какой это царь? А какой? А кто он такой? Сейчас демоны у власти. Ну, как бы то ни было, антихрист тоже будет, но у него будет имя. 666 под знаком. Ну да. Вот смотрите. У Бога все на три. Князь Владимир крестит Русь. Приходит Владимир Ильич, раскрещивает. И, наконец, приходит Владимир, который завершающий. Вот первый был, который царь над Россией. Почему он завершающий? Ну, я вам говорю, говорю. Один в государственном масштабе, а другой в религиозном. В религиозном плане кто у нас был первый? Это государство Михаил из дома Романовых. Дальше царь Николай отрекается в пользу Михаила на один день. С 2 на 3 марта 17-го года. И дальше опять приходит Михаил и уничтожается вся эта государственность. Это никуда не денешь. Это триада везде. В духовном плане и в политическом. Ну, я с вами спорить совершенно не буду, потому что этот вопрос я не рассматривал с этой точки зрения. Просто я не думал об этом. О двойственности имен каких-то. Я вел беседы, занятия в пяти университетах, три радиопрограммы. Я это все в Америке много ездил, проповедовал, говорил. Это никуда не денешь. В Библии написано, вот, откровение апокалипсис, 17-18 глава. Говорится о каком-то городе, который будет сожжен в один час. И вот начинают там, ну, у нас занятия идут каждое воскресенье. И вот начинают спорить. Зачем спорить? Там 10 признаков. Надо, чтобы признаки сходились. Если написано, что правитель будет метр семьдесят два, а вес его будет полтора центнера, он другим не может быть. Вот Христу положено было Иуде 30 серебряников получить, а это 630 лет назад до Христа пророк Захария предсказал. Если бы заплатили 29 серебряников или 31, это был бы уже не Христос. Пророчество исполняется абсолютная точность до молекулы. А какой город будет сожжен? Где я нахожусь? Нет, сожжен вот... А вот я и говорю, какой. Значит, этот город написан на семи... Город на семи горах должен быть. А кто? Три города. Город Аман, Вашингтон и Москва. Только три города таких. Три. Три. Дальше. Ну, а дальше-то оно подгонится под одно. И написано, первое, христиане всегда понимали, что Павел Павел Вавилон – великая блудница. Это речь идет о Риме. Но никто не знал, что эта триада здесь работает. Второй Рим – это новый Рим – Константинополь, Стамбул. И третий Рим – Москва. Это обучение везде идет. От Василия Третьего. По сегодняшний день общество такое. Москва, Третья Рима, Епифанин, Славинецкий, говорит, а четвертому не быть. Дальше. От этого города, города на великих водах стоит, то есть на народах, на многих распространенные. Говорит, что многие народы обогатятся. Атаманы кто обогатится? Они сами едва концы с концами сводят. А Америка только грабит. А Россия все платила, платила, миллиарды теперь все, погасила долги. От нее весь мир богатеет. Только своим жить не дают. Это тоже надо знать. И сходятся все признаки только на Москве. Ну и хрен с ней. Я рад, если она сгорит. Это написано. Я не пророчествую, ничего. Я читаю. Я понял. Вы всего лишь проводите анализы. Я преподам. Анализу я верю. Но скажите, пожалуйста, а когда это произойдет? Это нельзя? А вот это мы не знаем. Но судя по признакам, которые в мире идут, совсем недалеко. Вот было написано, что это 13 глава Апокалипсиса. Придет такой-то царь, будет ставить начертание, не печать, а начертание. 666. А сегодня, какая бы ни проподавалась булка или что-то, знака много там. И там везде 600... Три шестерки. Три шестерки. Они кругов внедрили. А они везде, везде. Да, да, да. И чипинизация идет. Вот, я говорю, а как будет? Там написано, и кто не примет знак, не продать, не купить. А я сам посею. Так не дают посеять-то. Ничего не будет. А ты подошел, допустим, на руке. Все, касса считала. У тебя сколько осталось на счету. Ну, полиция тебя не ловит. Они так сразу заблокировали дверь, и полиция взяла, все исчезло. Никто не уйдет. У меня уже есть сейчас. Вот, кто-то где-то в пещерах, где-то в тайге, может быть, как Абаза Лыковы. Вот, это еще как-то продержится. Мы вот строим православную деревню с нуля на Алтае. Православную. Там нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Это первый вступительный взнос. А люди-то как? Как я сказал в краевой администрации, они говорят, да у нас тут никого таких работников нету, никто не годен. Мы говорят, статистика врет сплошняком. Женщины матерятся, мужчины курят. Я говорю, а у нас... Вы знаете, у меня один знакомый с Алтае переехал на Украину. Тоже они строили деревню нашу русскую. Ну, с верой что-то у них там напутано. Может, вы слышали, Александр Будников? Нет, не слышал. Первый раз слышал. Азарий. Нет, нет, нет. А у нас все в порядке. Мы в Московской Патриархии. К нам митрополит приезжает, служит. Брат у меня священник. А что же в порядке в Московской Патриархии, извините? Ну, вот смотрите. Если вы зарядите в этом, в Ютубе. Во свете Библии называется. Вот это вот. Вам понятно? Конечно. Во свете Библии. Вы зарядите во свете Библии Игнатий Лапкин. И вы откройте наш Ютуб. И там все про деревню. У нас там 14500 роликов. Ух ты. Молодцы. Вы там много найдете. Как я был начальником детского лагеря, 45 лет его основал. Тысячи детей подняли. Ни одного заболевшего, ни одного поврежденного. 45 лет. И государство ни одной копейки не отпустило. Тысячи детей подняли. Дай Бог вам здоровья. Ну, здоровья. Мне 80 лет. Я еще голубей гоняю. Молодцы какие. Какие молодцы. Хорошо, что есть такие люди. Ух ты. Голубка какая прелесть. Вообще прелесть. Класс. Красота. Мне было очень интересно. Я рад с вами был познакомиться, поговорить. Обязательно зайду в Ютуб. Если у вас будет желание встретиться, вы зарядите Игнатий Лапкин в Скайпе. И вы на меня выйдете. Я один с этой фамилией. А в Воронеже у нас недавно умер брат Сергей Козлов, парализованный, 7 лет. Самый знаменитый иконописец. У него только плечевой сустав немного двигался. И вот так он рисовал. И на нашем Ютубе, вот вы зайдете, и там увидите его, Сергей. Вот парализованный лежит и беседует с людьми. Он умер вот 50 дней, наверное, или нет, побольше, 70 дней назад. Он нырял когда-то, он здоровый, почти по 2 метра. И головой ударился там под водой. И у него 7 позвонков были раздроблены, перерезали этот столб нервный. Вот если у вас будет желание, значит, вы, только никаких ников не надо, чтобы никаких аватаров. Сами лицо свое искали. Внизу напишите. Мы встречались в чат-рулетке, беседовали по-хорошему. И я с вами там... Вопросы подготовьте, и мы побеседуем. У нас все снимается. Вот вы придете когда к нам, вы сами себя увидите. А, я понял. Спаси Господи вас. Спаси Христос. Ну, с Богом. До свидания. С Богом. Слава тебе, Боже.